В 12 главе перед нами поразительные события. Помните, мы с вами уже говорили о том, как один из величайших героев Деяния Апостолов, один из первых дьяконов, человек, который проповедовал самую длинную проповедь в Деяниях, этот человек побит камнями. С одной стороны, происходят такие чудеса. Серна воскрешена из мертвых в 9 главе. И все-таки Бог не защищает нас от всякого страдания. И все-таки это не значит, что смерть нас не постигнет. Это не значит, что от болезни мы защищены. Три ученика были ближе других к Господу. Кто это? Назовите их имена. Первый? Петр. Еще один? Яков. Молодцы. Еще один? Иоанн. Вы знаете, что происходит в 12 главе? Якова убивают. Одного из членов внутреннего круга. Якова убивают. Убивают мечом. Петр и Иоанн уже были в заключении, в тюрьме, в 5 главе. Но Бог совершил чудо, и они освободились. Петр будет в тюрьме в 12 главе. Совершается чудо, и он освобождается. Яков тоже попадает в темницу, но чудо не происходит. Иоанн. Яков убит. Почему все это? Потому что Бог – Владыка. По Владычеству Божьему. Хотел бы сослаться на трех выдающихся христиан последних трех столетий. Дэвид Брейнард, один из самых благочестивых американцев, один из выдающихся миссионеров, который пошел к индейцам. Жил он в колониальные времена в Северной Америке. Роберт Мэри Макшейн, пожалуй, величайший проповедник в истории Шотландии. Шотландия известна своими величайшими проповедниками. Кто самый великий шотландский проповедник? Да, пожалуй, это и есть Роберт Мэри Макшейн. Роберт Мэри Макшейн. Умер он в 1845 году. Кто самый известный американский миссионер 20 века? Джим Эллиот. Умер он в 1956 году. Шел он к индейцам Южной Америки, в Эквадоре. Что общего у Дэвида Брейнарда, Роберта Мэри Макшейна и Джима Эллиота? Ни один из них не дожил до 30 лет. Генри Мартин, великий миссионер в Персии. Уильям Борден, человек, который отдал богатство свое, все имение свое для того, чтобы финансировать миссионерское служение. Иэн Кейл Фалкнер, известный миссионер, первый миссионер в Саудовской Аравии. Что между ними общего? Они умерли, когда им было немногим за 30. Почему? Почему диктаторы, такие как Фидель Кастро, доживают до 80 и больше? Почему такие люди, как Сталин, прожили больше 70 лет, а вот эти миссионеры умирают в 20-30 лет? Полный ответ на этот вопрос есть только у Бога. Но вот что я могу сказать. Наше величайшее призвание не к служению. Наше первое и главное призвание не к тому, чтобы служить. Наше призвание к самому Богу. К самому Богу. И иногда Он говорит, «Пойдем». В Деяниях Апостолов мы узнаем о двух воскресениях. Об одном мы уже говорили, Деяние 9 глава, Воскресение Серны, Тавифа. Но можно задать такой вопрос. Почему воскресения всего два? Почему воскрешения всего два? Я не знаю, как на это ответить. Но одна мысль у меня есть. Может быть, сложно добровольцев для этого найти. Может быть, человек, когда попал в небеса, уже больше не хочет возвращаться на землю, потому что так здорово в небесах. Не жалейте тех, кто умер со Христом. Поверьте, если уж кто-то может жалеть, если уж, не знаю, эти люди могут там жалеть или нет, но если уж они могут жалеть, так они будут жалеть нас. Потому что нам тут тяжело. Надеюсь, что страдание Якова было лишь минутным, а потом все кончилось. Но вот что поняла в результате ранняя церковь. Второй стих. «И убил Ирод Якова, брата Иоаннова, мечом». Эти ранние христиане жили с постоянной надеждой, что Христос придет еще в их поколении. Этими словами, многие из них считали, что они никогда не умрут, что они живут в последнем поколении. После того, как Яков был убит, учитывая то, что он был одним из ближайших учеников Иисуса Христа, почему мы считаем их ближайшими учениками? Потому что именно Петр, Яков и Иоанн удостоились чести взойти на гору преображения. 17 глава Евангелия от Матфея. Остальные остались внизу, у подножия. Только Иоанн, Яков и Петр удостоились чести присутствовать при воскрешении дочери Яира. Только Петр, Яков и Иоанн прошли дальше других учеников с Господом в Гессиманском саду. И вот один из этих трех ближайших учеников умер. Умер преждевременно, умер, потому что был убит Иродом. И вот с этим шоком пришлось справляться церковь. Если он умер, то любой из нас может умереть. В 12 главе Лука подробно рассказывает нам об исторических событиях времен Деяния апостолов. В начале мы видим, как светские вожди, поставленные Римом, стали угрозой для Церкви Христовой. Почему Ирод умертвил Иакова? Потому что хотел угодить иудеям, тем самым, которые пытались искоренить это новое движение под названием «христианство». Потому что к третьему стиху мы видим, что Ирод бросает Петра в тюрьму, потому что он считал, что это угодно иудеям. Возможно, Петра ожидала та же участь, что и Иакова. Но, возможно, и другого. Другое. Смотрите, здесь говорится о том, что четыре отряда солдат, четыре четверицы солдат его охраняли, и Ирод собирался представить Петра толпе в день Еврейской Пасхи. Так же, как в свое время Пилат представил Иисуса народу, и народ говорит, «Опустите нам воравву, а не Иисуса, не Господа. Отпустите нам преступника, не нужен нам целитель». И, может быть, предполагалось, что народ отпустит Петра, а, может быть, отпустит и кого-то другого, а Петр пострадает так же, как Христос. Таков был, по крайней мере, замысел Ирода. В пятом стихе мы узнаем, «Церковь прилежно молилась о нем Богу». Я не знаю, молилась ли церковь столь же прилежно за Иакова. Может быть, молилась, но Бог решил взять Иакова в небеса. А, может быть, церковь просто расслабилась и не обращала внимания на то, что происходит с Иаковом. Но после казни Иакова церковь пробудилась и начала прилежно и усердно молиться, чтобы не повторилось того же самого с Петром. Я не знаю подробностей. Я знаю лишь, что церковь молилась. Видеосеминария ТВС – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте www.tvseminary.com И в тот вечер, когда должны были уже Петра вывезти к народу, явился ангел. И цепи упали с рук Петра. Ангел чудесным образом освободил Петра из заключения. Ангел освободил Петра, но ангел тот был призван по молитве. Церковь молилась. Бог послал ангела. Ангел вывел Петра из темницы. Открылись железные ворота. Открылись сами собой. Петр приходит туда, где собирается церковь, где молится церковь. И вот такой вопрос интересный. Почему имена не всех людей нам сообщаются в Священном Писании? Вот, например, мы знаем по имени Корнилия, но мы не знаем, как звали римского сотника в 8 главе Евангелия от Матфея или римского сотника к сотнику, который уверовал, что Иисус Сын Божий в момент распятия Иисуса Христа. Мы не знаем, как звали дочь Аира. Мы не знаем, как звали женщину у колодези. Однако мы знаем имя служительницы, девушки, которая пошла открывать дверь Петру. И вот, что интересно, с одной стороны, у церкви, собиравшейся в этом доме, хватило веры молиться об избавлении Петра, но у нее не хватило веры принять, что Бог ответил на эту молитву. Церковь первого века не была совершенной церковью, у нее были слабости. Они молятся, «Господи, освободи Петра!» А когда Бог освобождает Петра, и служанка говорит об этом церкви, церковь говорит, «А мы не верим». В своем ли ты уме. Это происходит в 12 главе Деяния Апостолов. В Техасе вот только что был такой случай. Буквально только что. На прошлой неделе. Ну или по крайней мере на прошлой неделе судья прогласил свое решение на прошлой неделе. В Техасе рядом с баром была расположена одна церковь. Рядом с баром находилась церковь. Бар хотел разрастись. Взять себе дополнительную территорию. Церковь хотела помешать бару разрастаться. Церковь молилась, чтобы Бог убрал этот бар. и в бар ударила молния. Бар сгорел дотла. Хозяин бара подал в суд на церковь. Якобы церковь ответственна за разрушение за разрушение его собственности. Церковь наняла адвоката и защищалась в суде. И говорила, нет, мы тут ни при чем. Бар разрушен не по нашей вине. И вот буквально на прошлой неделе судья сказал во время судебного разбирательства следующее. Вот что он сказал. Перед нами владелец бара, который верит в силу молитвы. И церковь, которая говорит, что молитва здесь ни при чем. Это было в реальности буквально на прошлой неделе в Америке. в последние дни. Итак, церковь молится о том, чтобы Бог как-то освободил Петра из темницы. Бог освобождает Петра. Бог присылает ангела. Падают цепи, открываются двери темницы. Петра выводят из темницы. Он идет в дом Марии. Мария та самая сын, которой Марк написал Второе Евангелие. Возможно, это одна из тех Марий, которая стояла при распятии Господа нашего. Многие собирались и молились. И была там служанка, девушка по имени Рода. Она слышит стук в дверь, она идет в двери, она слышит голос Петра, она знает голос Петра, но она забыла открыть дверь. Она была в таком смятении, что она врывается на молитвенное собрание, 14 стих, и начинает всем кричать о том, что Петр у ворот. А ей говорят, ты сошла с ума в своем ли ты уме. Они молятся об освобождении Петра. Служанка прибегает и говорит, освободился Петр. Они отвечают, ты не в своем уме. Значит, они молятся, но во время молитвы им веры не хватает. Он стучит, Петр стучит, они слышат стук, и вместо того, чтобы спорить о том, кто же там у двери, они идут, открывают дверь, чтобы посмотреть, кто пришел. И когда они увидели, что это Петр, они были буквально поражены. Они были поражены потому, что им не хватало веры. Им хватало веры на молитву, но им не хватало веры принять ответ на эту молитву. А бедные стражники были в тюрьме. Стражники которые охраняли Петра в тюрьме, стражники эти были казнены. Помните 16 главу Деяния Апостолов? Потому что там тоже кое-что происходит со стражником, с тюрьмным стражем, когда Павел и Сила выходят из тюрьмы. Лука нам все это очень подробно рассказывает. Здесь тоже рассказывает. А затем говорит о том, что произошло с Иродом. Самый последний фрагмент 12 главы Деяний Апостолов. Помните, что была засуха, был голод в земле, не было голод, не было еды в земле. Голод это когда есть нечего, засуха это когда воды нет. Обычно бывает засуха, ничего не растет, есть нечего. В конце 11 главы христиане Антиохийской церкви собирают вспоможение, поскольку христианам на юге в Иерусалиме нечего есть. Но в этой засухе страдают также и язычники. И им нужна была помощь от Ирода, от римского правителя. Им нужно было, чтобы Рим прислал им еды, прислал им зерна, чтобы они не умерли с голоду. Они посылают Ироду группу людей, посылают ему свою делегацию, а они наговорили Ироду кучу всяких приятностей, для того, чтобы он к ним расположился. Когда они попадают на аудиенцию с ним, они начинают кричать им, кричать ему, это голос Бога, не человека. Но помните, что происходило в 10 главе Деяния Апостолов? Корнилий обращается с Петром как с Богом, а не человеком. Петр говорит, не делай этого, потому что я всего лишь человек. Когда люди, которым нужна помощь Ирода, обращаются к Ироду и говорят, вот голос Бога, человека, он не останавливает их. Напротив, ему это нравится. Он принимает их идолослужение, как будто он и на самом деле Бог. Лука говорит, Деяние 12,23, но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славу Богу, и он, быв изъеден червями, умер. И вот что интересно. Существует параллельный рассказ об этом событии, записал его светский иудейский историк Иосиф Флавий. Иосиф Флавий не был христианином, но и он рассказывает о смерти этого Ирода. Он рассказывает о том, что встреча между людьми, желавшими зерна и Иродом, встреча произошла в амфитеатре, на стадионе, ну, типа современных спортивных стадионов. Люди находились на стадионе, они ожидали выступления Ирода, он встает, начинает говорить, когда они слышат его голос, они говорят, это голос Бога, не человека, он принимает их Бога поклонение, и ангел поражает его смертью. Вот как Иосиф в Флаве об этом пишет. Иосиф говорит, что Ирод встал в тот момент, когда солнце восходило над стадионом, и серебряная одежда Ирода ослепительно светилась в лучах солнечного света. вот когда он встал, солнце только что всходило, и лучи восходящего солнца осветили эту серебристую одежду, серебряную одежду Ирода, одежда засияла от солнечного света. И вот поэтому люди на стадионе были поражены. Они говорили, это Бог, это не человек, это Бог. Так пишет Иосиф Флавий. Иосиф говорит, и в тот момент Бог поразил его. Иосиф говорит, что умер он не сразу, умирал он пять дней. В агонии он находился пять дней, а потом умер. Иосиф говорит, Иосиф Флавий говорит, и вот он умер на 54-м году жизни своей, в седьмой год царствования своего. его. Умер он, когда был на шесть лет младше, чем я сейчас. Значит, в светской истории тоже есть повествование о смерти Ирода. Так что же мы видим? В начале 12-й главы Деяния апостолов Иаков умирает от меча Ирода. Такое бывает. Хорошие люди умирают, потому что убивают их плохие люди. Священное Писание просто это признает. Бог такое допускает. В начале 12-й главы Иаков умирает от меча Ирода, но в конце 12-й главы Ирод умирает от меча Господа. Ирода. Субтитры